Всем привет! Меня зовут Тарас, и это вводное видео к видеоматериалам школы дизайна Яндекса. Летом 2015 года мы провели первую летнюю школу дизайна Яндекса. Мы отобрали 31 участника проекта, и ребята провели два с половиной месяца в нашем московском офисе, где несколько десятков сотрудников Яндекса делились с ними своим опытом. Изначально школа дизайна была задумана для наших внутренних целей. Но еще в самом начале проекта мы поняли, что можем сделать ее для всех. От этого выиграют все – и дизайнеры, и рынок, и мы тоже. Поэтому мы решили пересобрать школу дизайна Яндекса в дистанционный курс. Не все, что было в школе, удастся передать в формате видео. У нас были практические занятия, которые мы не записывали. Некоторые моменты потребуют разъяснений, и это видео – одно из них. Я кратко расскажу. На кого рассчитана школа дизайна? Про что наша школа? Как правильно воспринимать материалы школы? Как проходить обучение? И с чего начать? Прежде чем погрузиться в материалы школы, а их много, давайте попробуем разобраться с вопросом, насколько это будет полезно для вас. Школа дизайна Яндекса не рассчитана на новичков и не учит основам дизайна. Мы исходили из того, что у вас уже имеется начальный опыт в дизайне интерфейсов или в смежных областях. То есть у вас хороший вкус и поставленная рука. Вы уверенно владеете графическими инструментами. Вы способны спроектировать взаимодействие с интерфейсом под поставленную задачу. Если подобного опыта у вас пока нет, то имеет смысл сфокусироваться на его получении. Портрет идеального слушателя нашей школы выглядит так. Вы, как дизайнер, не раз справлялись с поставленными перед вами задачами. Ваши заказчики принимали вашу работу и оставались ею довольны. Постепенно вы начали сомневаться, что заказчик действительно хорошо понимает, что ему нужно. Или заказчика вообще нет, а ближайший претендент на эту роль – это вы сами. Вы часто спрашиваете себя, как понять, что правильно, а что нет. И у вас есть мотивация досконально разобраться с этим вопросом. Если в этом описании вы узнали себя, то материалы школы дизайна Яндекса будут вам полезны. Если сомневаетесь, прочитайте рассказ про отбор в летнюю школу. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. Разрабатывая программу школы, мы попытались ответить на вопрос, что должен знать и уметь дизайнер продуктов в такой компании, как Яндекс. Итак, у нас есть начинающий дизайнер интерфейсов. Куда ему развиваться? Мы использовали такую аналогию. Развитие дизайнера напоминает срез дерева. Чем больше опыта, тем больше колец на срезе. Ближе к сердцевине среза находятся ремесленнические навыки, ведь многие начинают с практики. А ближе к внешнему кольцу среза находятся абстрактные знания. Это размышления о настоящем смысле работы дизайнера. В соответствии с такой моделью мы построили программу нашей школы. Начнем мы с секции «Дизайн в крупной компании», потому что тема дизайна близка и понятна слушателю. Но говорить мы будем о специфике дизайна в больших компаниях. Из этой секции вы узнаете, как работать с ограничениями, исходящими от бренда и визуального языка, и как привнести свой вклад в их развитие. Продолжим тему дизайна в секции «Прототипирование», главная цель которой — познакомить вас с инструментами, позволяющими почувствовать продукт на ранней стадии. Мы хотели, чтобы участники проекта побороли страх перед работой с ходом. Здесь нужно сделать оговор, что занятия этой секции были максимально практическими, поэтому видео будет немного. Затем мы перейдем к более абстрактным вопросам в секции «Дизайн продукта». В ней мы разберем этапы работы над продуктом, вопросы, которыми вам нужно задаваться на каждом из этапов, инструменты, которые вам могут помочь, и поговорим о том, какова роль дизайнера во всем этом. Завершится программа секции «Работа в команде». Вот казалось бы, при чем тут дизайн продуктов? Дело в том, что массовый продукт нельзя создать в одиночку. Из секции вы узнаете, как работают большие команды, и какие ожидания будут у команды к вам. В конце мы расскажем о том, что вас ждет в Яндексе, если вы придете сюда работать. В летней школе была еще самостоятельная работа над личным проектом, который шел параллельно с аудиторными занятиями. Вам тоже стоит выбрать себе проект для практики, потому что, уверяю вас, с первого раза у вас ничего не получится. Цель этой секции — научить вас работать в условиях неопределенности, самостоятельно принимать решения и делать выводы. Есть несколько оговорок, которые вам следует принять к сведению, прежде чем вы подумаете. Блин, да что не так с этой школой? Во-первых, наша школа не про дизайн продуктов в максимально широком смысле. Наша школа про дизайн продуктов в Яндексе, то есть в крупной технологической компании. Во-вторых, мы не претендуем на истину в последней инстанции, а рассказываем лишь то, что успели понять на своем опыте. Вы наверняка столкнетесь с другими точками зрения, и это хорошо. Берите в свою работу все, что кажется вам разумным, ведь золотого стандарта на то, как создавать продукты, не существует. В-третьих, материал школы адаптирован для дизайнеров. Это значит, что детали работы, относящиеся к другим профессиям, мы сознательно сокращали и упрощали. Для той же простоты процесс работы над продуктом показан как линейный, но в реальности это не так. В-четвертых, местами мы сознательно опираемся на других уважаемых нами авторов, потому что их мысли очень схожи с тем, что мы делаем в Яндексе, но при этом вы получите возможность изучить предмет глубже. И в-пятых, мы не считаем программу нашей школы исчерпывающей. Мы старались сделать ее максимально компактной, но даже в таком виде летняя школа длилась два с половиной месяца. Тема дизайна продуктов неисчерпаема, так как развитие этой области никогда не прекратится. Наша школа поможет вам стартовать и задаст вектор для дальнейшего саморазвития. В самом начале летней школы участники проекта должны были придумать идею еще не существующего продукта Яндекса. Мы просили их представить себя в роли дизайнера нашей компании. От вас потребуется нечто похожее. Просто просмотр видеоматериалов нужного эффекта не даст. Вам нужно сделать следующее. Первым делом настройтесь на работу. Если вы бросите и не доделаете свой личный проект, вы ничего не поймете. Выберите бренд, который вам хорошо знаком. Проанализируйте его. Представьте себя дизайнером, работающим на этот бренд. Придумайте идею продукта, который дополнит продуктовую линейку бренда. Это должен быть небольшой продукт, не сложнее инстаграма. Пожалуйста, работайте над русской версией продукта. Не лишайте себя возможности поработать с языком в интерфейсе. На протяжении первой и второй секции нашей школы действуйте по наитию. Пробуйте создавать макеты и прототипы своего продукта, опираясь на свою интуицию. Начиная с третьей секции, следуйте нашим рекомендациям. Не удивляйтесь, если придется переделывать уже сделанное. Не нужно читать и забегать вперед. Вы тем самым только навредите себе. Работайте над личным проектом параллельно с просмотром видеоматериалов. Если вы не знакомы с языками HTML, CSS и JavaScript, то начать стоит с базовых курсов на Код Академии. Нужно, чтобы вы понимали назначение этих технологий и структуру языков. В противном случае вам будет сложно осваивать материал нашей секции про прототипирование. Перед стартом мы рекомендуем разогреть мозги несколькими советами Бюро Горбунова. Это не повредит даже опытным дизайнером. Ссылки на курсы и советы вы найдете в описании к этому видео. Спасибо, что смотрите нас. Дерзайте и все у вас получится.